привет всем вы на канале bear и game мы продолжаем проходить игру шерлок холмс против джека потрошителя остановились мы с вами в борделе и тут мы разговаривали с этой женщиной и она нам рассказывала про одну из ее постояльцев до ее девочек скажем так я не знаю как они называются правильно то есть значит что там такой у нас не стоит туда соваться да действительно вот не классно так вот и не стоит туда соваться подойти к то есть на заседание дома осталось на том что нам надо она сказала что это вот женщина прислуживала вчера там здесь убиралась листок можно ли ухты смысл как силу это надо разглядывать как болтаем случилось с ковром о просто вчера нам завезли уголь я попросила молодого человека заполнить как парень пошел ставить ее на место а у него все ботинки в саже вот и наследил а мадам было отчитала меня и содрала шиллинг штрафа а еще мне пришлось оттирать пятно а это не фунт изюма в этого парня ноги просто гигантские давайте спросим о краже я слышал вчера здесь произошла кража вы ничего не видели я все время была здесь кто доставляет вам уголь всегда разные люди того парня я раньше не видела вы все время следите за вешалками а то есть а когда привезли уголь из номера вышел посетитель и заградил парни с углем думаете он мог воспользоваться до встречи мисс да я хорошо что теперь домой что на бейкистрит по ним она сказали какие-то следы а где как у рука появилась на большой черный след ноги чем большой черный вот там смотри рука появилась сзади это было понятно нахер нам нечего сделать картина мне не стоит туда соваться пойдем домой ливну посмотри здесь и подойдет она до этого не засу можно с этим говорить добрый вечер сэр добрый вечер уважаю я правильно понимаю вы врач я не ухаживаю за сотрудниками этого учреждения сэр а значит вы здесь не как врач а как мужчина понимаю мне тоже по вкусу это местечко в этих домах уайт чепли девушки самые приятные и такие понятливые сэр джентльмену не пристала так говорить о дамах я слышал вас недавно ограбили ого я не жалуюсь утрата этой трости безусловно дает мне право на весьма приятную компенсацию как выглядела ваша трость палка из черного дерева в длину примерно 35 дюймов на балдашник круглый из чеканного серебра посередине трости кольцо такой же выделки как наконечник если вдруг найдете ее никому не говорите оставьте при себе договорились прощения до встречи и приятного вечера я думаю что нам а где нам понадобится потом этот разговор да он сказал бы найти трость да чтобы найти трость а где муж не погладите но если ее здесь нет если они здесь уже все скорее всего обыскали то наверное и здесь нет все давайте тогда пойдем на выход не стоит туда соваться не стоит туда соваться где выход а вот вы не хорошо в нем посеял эту трость долбанную так она нам сказала что значит что девушку увезли в больницу да по-моему давай разговор посмотрим это все легко он просто нужно смотреть диалоги и все что он там сделан мэри вот заведения мисс белла так подойдет через пару минут добрый вечер сейчас посмотрим мэри вот была у стойки да мы с ней поговорили она рассказывала что тихо это еще один доктор по фамилии там был ти кто-то короче надо к доктору идти я так думаю потому что да со шприцом которую наверно к нему да где-то у нас карта ходим к нему клиника больше мы докторов не знаю подождите подождите вот вот сюда ну давай там был симам залить бум был тележка может тут подождите значит нам надо найти и трость и одну из фонзы уже кто-то лежит вон они лежат вот я по-любому кто-то из них вот это может она какую зовут прям в обуви ну херова кому-то херовато скорая помощь по-китайски но давайте уже посетители появились прибежали поесть до кончика бесплатную площадь чем могу помочь дорогой коллега марджи я пришел поговорить об одной из ваших пациенток марджи по прозвищу щелкунчик она получает лекарства в клинике ночная бабочка страдающие венерическим заболеванием я понимаю о ком вы дал марджи сифилис лечим ее ртутью у вас есть ее адрес нет и к вашему сведению три дня назад марджи совсем уехала из лондона видите ли она чувствовала угрозу угрозу но кто мог ей угрожать полагаю она боялась того жуткого человека что напал на нее однажды она не упоминала имени пайзер или файсер к сожалению имени она не называла но описывала мужчину с хитрыми крысиными глазками и ртом искаженным мрачный гримас нападавший а марджи не знала где можно найти человека который ее так напугал нет но она говорила о другой девушке на которую тоже напали то рассказала ей что этот человек работает в сапожной мастерской который управляет старый иудей а еще она видела его на прошлой неделе в ночь когда случился большой пожар девушка рассказала что пошла смотреть на пожар как и большинство жителей района и в толпе у складов она заметила нападавшего сказала что такое лицо трудно забыть и все время пока пожарные работали она не сводила с него глаз чтобы избежать встречи до свидания доктор гиббонс до встречи дорогой коллега чё пойдем с ним здесь с ней будем что с ней можно думать нажми пробел на шли что подсказки вылезут не забывай пробел посмотри здесь она нету опа что это за херь открывает вот это следы следы такие же как на ковре в борделе следы такие же как теперь там что-то было на той трубе вот на этой трубе вот я жму а с другой стороны ничего не было так он был бы в любом случае рукава появилась рука на двери на двери еще на только 3 3 руки какие-то эти жрачками чем могу помочь дорогой следы простите доктор а кто оставил эти огромные следы вон там у коек брат одной пациентки бедняжка потеряла ногу перевернулась с коляской мы подыскали для нее протез протезы весьма дороги как ее брат заплатил сказал что дядюшка подарил ему трость с массивным серебряным набалдашником и я согласился принять этот набалдашник в качестве платы за простой протез с ремнями вещь очень дорогая если продам набалдашник на петтикаут лейн смогу приобрести еще дюжину протеза доктор у меня есть причины полагать что этот серебряный набалдашник от трости краденой и украл трость человек который принес его вам более этого кажется я знаю кому она принадлежит этого я и опасался история о дядюшке мне сразу показалась подозрительной однако вам придется представить доказательства я покажу вам все набалдашники какие у нас есть если найдете среди них тот что принес этот молодой человек я вам поверю да ёптвою договорились но кое-что меня беспокоит мне нужна целая трость они только на балдашник не волнуйтесь коллега вы можете ее собрать я одолжу вам инструменты сделайте одолжение загляните в шкаф заодно поможете разобрать скопившиеся барахло что же я попробую нужно припомнить как сикерт описывал свою трость мы сейчас посмотрим до свидания доктор гиббонс до встречи дорогой коллега для работы их мы грешка мушку как здесь надо к нему указывать подойти хорошо помощь вам нужно собрать трость сикерта в отведенный для этого зоне в правой части экрана откройте материал следствующим следствие щелчком по иконке и найдите запись диалога сикер там в котором он описывает свою трость затем выберите щелчком мыши часть трости в левой части экрана и перетащите ее правую часть экрана элемент автоматически встанет на свое место чтобы убрать его переделать и проделать операцию в обратном порядке для восстановления трости сикерта вам понадобится четыре элемента чиновели подсказывать будут здесь а почему 4 предметы мы можем заходить в предмет это осколки от бутылки мы даже шелку покажу давай посмотрим по диалогам мы можем с 90 секерт вот он сиколка из черного дерева набалдажник палка из черного дерева с первого начнем палка черное дерево посмотри что у нас есть черного вот черная все это она по-любому 35 дюймов это 8 это полметра что ли на 8 сантиметров хорошо дальше что предметы дальше из черного дерева в длину примерно 35 дюймов на балдаш не круглый на палку на углы из чеканного серебра давай смотри на балдашник своей круглой круглый из чеканного серебра вот из круглых у нас вот эти два до серебряные я так думаю давай вот этот вот этот возьмем то какой вот это да а что значит чекан от чеканина значит на нем что-то нарисовано тебя такое попробуем такой чеканили его на хорошо вручную по моему сделано чеканного серебра посередине трости кольцо такой же выделки как и наконечник все чеканное давай посмотрим как и наконечник если неделе трости кольцо такой же выделки как и наконечник давай кольцо кольцо такое же как и наконечник да значит наконечник и кольцо должны быть одинаковые правильно я думаю что вот это он то последнее бери вот это за это только куда он наконец-то хорошо так это сюда и такой же точно должен быть я только вот этот вид этого не справился вот держи свою палку это наша палка кажется я нашел на балдашник с крадиной трости более того я ее собрал да это она но все же я не могу отдать ее вам доктор я верну вещь только полиции и только если будет выдвинута официальная жалоба пас может быть все же есть какой-то способ убедить вас отдать мне трость найдите мне дюжину крепких регулируемых ремней для протезов и она ваша протезов до свидания где их выдрестать до встречи дорогой коллега протезы это что такое у нас протез это что-то из металла до делается продавай сохранивши коно 8 давай сохранить протез давай подумаем что такое протез это что-то из металла нет по моему что ты ну я не знаю не металла как он называется но вообще наверно это металл протез это смотря что там изменили нога нога получите нога это просто протез нахер это ступня и и дальше что умеет еще где это улажено я что у нас на этих разговор с доктором выявил важный факт кожаный фартук не может быть убийцей с бакс роу марджи утвердает что этот человек большую часть той ночи провел на пожаре он просто не мог быть на месте преступления во время убийства тем не менее он действительно опасен холм сюда мой давай домой давай попробуем к холмсу поехать и еще нам надо найти дюймена протеза что где протезы эти потные пробел ну понятно white chapill street вот это вот улице ваш мы сюда хотели попозже зайти мастер какой-то был соломонович соломон его очень странно ух ты смотри вот тоже что надо ремешки нахер пробел жми сразу не будем тормозить больше вот это вот они по моему это упряжь ой какой шум добрый вечер сэр простите за вторжение дверь была открыта не думал что кто-то работает в столь поздний час добрый вечер сэр не слышал как вы вошли ремни скажите те штуки что звенели это ведь упряжь до конская упряжь но видите ли обычно в это время так сказать магазин закрыть но вы поняли да поэтому прошу вас вернуться завтра до странный сапоги здесь не по поводу обуви но хотел бы поговорить об одном сапожнике возможно это ваш бывший сотрудник человек странного поведения случайно не из полиции нет я прошу прощения но мы с вами можем говорить только об обуви да странный финли передает привет я не полицейский меня зовут доктор уатсон к вам мне посоветовал обратиться мистер финли бывший домохозяин вашего племянника он сказал что вы сможете мне помочь мистер финли весьма смелый человек скажу я вам раз он вас прислал ко мне значит и вы достойны джентльмен я так считаю итак доктор что вы там говорили за какого-то сапожника со странностями пизер фамилия человека которым я говорю пайзер или пайсер мужчина с безобразным лицом вы случайно не знакомы да 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 джон пизер да 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 ой он у меня работал какое-то время но больше не работает где пизер вы не знаете где его можно найти ой не знаю не знаю и если станете искать точно не найдете почему же да потому что он в бегать доктор видите ли неделю назад по соседству произошло так сказать ужасное убийство да таки пришел слух что это преступление его рук дело понимаете меня говорили что в прошлом у него были неприятности женщинами понимаете ли определенного поведения но вы поняли о чем я исаак я пришел поговорить как раз о случае на бакс роу у меня есть неопровержимое доказательство невиновности пайзера и я сам в этом совершенно уверен по крайней мере что касается этого преступления ведь пайзер все же нападал на других уличных женщин если он не потрудиться объясниться с властями то будет вынужден скрываться вечно и нести ответственность за это убийство более того это бросит тень на вашу общину очевидно что его укрывают местные а пока полиция занята его поисками они не могут сосредоточиться на настоящем убийце который свободно разгуливает по улицам и как знать однажды он может забрать жизнь кого-то из ваших близких если все действительно так то ваш визит просто знак свыше доктор вот что я вам скажу я знаком я давно знаком с сержантом фигом этот частный полиц это я вам говорю он живет в нашем районе я передам семье Джона что он должен пойти и обо всем рассказать ему сам он так и сделает но я прошу и вас как можно скорее так сказать обратиться в полицию и сообщить им ваши неопровержимые сведения понимаете я пойду к ним сразу же как покину вас благодарю вас если я чем-то могу быть полезен то прошу обращайтесь в любое время регулируемый ремень скажите а мы могли бы превратить конскую упряжь в ремни для протезов ну такие знаете вот регулируемые ремни хороший мастер все может доктор я как раз такой мастер что не видно приходите чуть позже все будет готово все я разорвусь но все сделаю это будет моя благодарность за то что вы для нас сделали я вернусь позже так и всегда к вашим услугам сэр я просто разбит так хочется домой но я обещал зайти в участок как можно скорее давай в участок зайдем отправимся в полицейский участок тем временем спасибо Ватсон ты нам подсказываешь хотя бы куда идти а то мы тут вообще гадали квартира Люси гостевой дом Финли полицейский участок стейшн полис стейшн здравствуй Семен что за хель тем временем так здесь убийца ты согласна да убийца нахер ооо доктор похоже вы устали и его видел ночь бродили по темным закоулкам уайтчеппелла можно и так сказать у меня есть информация о кожаном фартуке мы ранее о нем беседовали вы знаете где он нет но я могу очистить его от подозрения в убийстве на баксроу есть свидетель который может подтвердить что он не виновен о Ватсон Ватсон только теперь после многих часов прогулок вы соизволили принести инспектору Аберлину важнейшее сообщение которого он так ждал но нет а что вас сюда привело Холмс я волновался Ватсон и похоже не без причины вперед передайте сообщение констеблю и вернемся домой вы прекрасно знаете что меня здесь никто не ждет да и на улице холодает ааа кредл вы как раз вовремя возьмите показания у нет нет продолжайте работу мне нужно найти на Хенбери стрит Чендлера он снова нанес удар кто убийца маньяк с баксроу Хенбери стрит Скорее Ватсон нельзя терять ни минуты Хенбери стрит хендер вот смотри у нас что новое место открылось Хенбери стрит лавка сапожника там с моей полицейский участок гостевой дом люсси бордель в черной этого клиника лавка сапожника странно где у нас карта лондона подожди ну может только на Вайт Чепел у нас только а вот это что такое а вот Хенбери стрит смотри вот здесь ну что там давай тогда зайдем Хенбери стрит скорее Ватсон нельзя терять ни минуты давайте сходим посмотрим что там за убийство ну понятно тело там какое-нибудь людей много где тело ну и что вы управляет шелоком хомосом да подожди не управляет да давай здесь остаемся все эти много людей да кипиш какой он там кто-то спит она видела убийцу вот это четко ведь тогда здесь мы остановимся в следующем раз подписывайтесь на канал чтобы не рука пока пока